Всем привет дорогие друзья вы на канале Макса. Я подготовил для вас подборку интересных инструментов с Алиэкспресс, которые будут полезны при ремонте или в домашнем использовании. Все ссылки на товары в описании под видео, поехали! Насадка для болгарки, цепная пила. Обратит вашу болгарку в настоящую цепную электрическую пилу. Ее тягового потенциала будет достаточно для распиловки леса, распускания брусьев на рейке и других задач, которые ставит перед ней большинство пользователей. Ведущая звездочка цепи зажимается вместо абразивного диска, а сама насадка фиксируется за корпус редуктора на место защитного кожуха. Зажим универсальный и подойдет на разные шлифмашинки. После этого нужно будет закрепить направляющую шину пилы и надеть саму цепь, натянув ее. У насадки предусмотрен отсек для смазки. Если у вас уже есть шлифмашинка, то вы сможете расширить ее функционал, докупив такую насадку пилы, и тем самым получите еще и цепную электропилу. Полуавтоматический нейлер. В кассету заряжаются гвозди от автоматического нейлера, а затем они в полуавтоматическом режиме подаются и забиваются молотком. Это поможет защитить ваши пальцы при работе с мелкими гвоздями. Если вы хоть раз пробовали забить очень маленький гвоздь, то знаете как это неудобно. Такой гвоздь держать то проблематично, не то чтобы забивать. Так что если у вас нет денег на автоматический нейлер, то этот инструмент хоть и не полноценно, но частично заменит его. Самоцентрирующийся кондуктор для сверления. При работе с ручной дрелью, иногда бывает сложно выдержать заданное направление отверстия. Также кондукторы применяются если необходимо выполнить ряд аналогичных дырок по шаблону. Например при столярных работах. В этом случае мастер не тратит время на разметку дерева, и гарантированно получает одинаковый результат. Установив приспособление над точкой сверления, можно начинать работу без предварительного накернивания. Сверло точно попадает в центр втулки, и не отклоняется от оси, и позволит сделать отверстие строго под углом 90 градусов. Еще один шаблон для сверления. С помощью данного шаблона можно быстро и легко засверлить отверстие под петли. Благодаря этому приспособлению сверло не уводит в сторону. Отверстие получается ровное и без смещений. С помощью регулировочных переключателей, можно регулировать величину отступа. Шаблон помещается вдоль заготовки. В комплекте идет специальное сверло под петли, диаметром 35 мм. Маленькие сверла под саморезы, ограничитель глубины, и шайбы для регулировки отступа. Все это удобно крепится в специальных пазах на шаблоне. Система для соединения самореза неугловых и торцевых деревянных деталей. Данный шаблон поможет вам сделать красивые качественные угловые соединения, подпоря для соединения деталей с твердой и мягкой древесиной. Садовые перчатки Перчатки для работы на приусадебном участке в саду и на огороде. Пластиковые накладки на пальцах позволяют заменять часть садового инструмента, например тяпку или лопату, при копании ямок под рассаду, или для рытья бороздок под посев семян. Перчатки выполнены из пылистера и резины с добавлением природного латекса, за счет чего они водонепроницаемы, что позволяет работать на грядке сразу после полива или дождя. Латексная резина не пропускает грунтовую пыль внутрь перчатки, и руки остаются чистыми. Технический фен Применяется для сварки, пайки и сушки. Температура нагрева от 50 до 550 градусов. Мощность 2000 Вт. Плавная регулировка температуры с шагом 10 градусов. LCD дисплей В комплекте фен Насадка Инструкция Это незаменимый помощник для любого мастера. Еще один термофен Это бюджетный недорогой инструмент. Он отлично подойдет тем, у кого нет термовоздушной паяльной станции. Он в первую очередь предназначен для воздушной пайки, и работы с термоусадкой. Мощность небольшая 300 Вт. Есть две скорости подачи воздуха, и режим холодной продувки. Дисковый раскроенный нож, с круглым лезвием диаметром 45 мм. Применяется для работы с тканью, линолеумом, кожей или винилом. Такой нож заменит обычный канцелярский. Очень удобен в применении, при этом достигается ровный и точный отрез. В комплекте с ножом идет 5 сменных лезвий, диаметр которых 45 мм. Также есть кнопка, которая регулирует толщину реза ножа, и функции блокировки. Обязательно резать на специальном непрорезаемом коврике моте. Штукатурный ковш-хоппер. При помощи него, можно нанести штукатурный раствор на стены, за считанные секунды. Достаточно только набрать в ковш раствор, и подключить инструмент к компрессору. И после этого открыть кран. Хоппер-ковш прекрасно подходит для нанесения жидких бетонных смесей, красок, клеев, песчинобетонных, и пробковых составов. Насадка на дремель для заточки ножей газонокосилки, и не только. Так как может затачивать различные садовые инструменты. Модель оснащена направляющей, которая гарантирует идеальный угол заточки. Присоединение насадки к инструменту не занимает много времени. Комплектующий элемент выполняет быструю и качественную заточку ножей. К особенности приставки следует отнести наличие шлифовального камня из оксида алюминия. Самоцентрирующиеся сверла. Набор отлично подойдет для тех, кто занимается сборкой мебели, а также поможет при установке дверных петлей, замков и прочей мебельной фурнитуры, или каких-то самоделок. Они служат для того, чтобы сделать отверстие для шурупа. Все сверла разного диаметра, так что данного набора хватит для любых целей. Размер указан на каждом сверле. Все сверла разборные, так что в случае чего основание сверла, можно без проблем достать для замены или заточки. Для более точного позиционирования, на носике снята фаска. В комплекте идет 7 сверл разного диаметра. Удобная и недорогая сумка для инструментов. Будет незаменимым помощником для электрика или монтажника. Такая сумка незаменима при мелком ремонте в быту. Изготовлены из крепкой нейлоновой ткани. Отлично прошитая. Крепится на пояс. В нее помещается весь необходимый инструмент. Укладывается в кармашки как вам угодно. Есть крепление под рулетку с быстрым и удобным доступом к ней. Также советую сразу приобрести сумку для расходных материалов. На высоте будет очень полезным дополнением. Дешевый пулевизатор. Для качественной покраски, это незаменимая вещь. Выполнен из металлического сплава. Многие важные ходовые части из нержавейки. Стакан у него небольшой, поэтому целесообразно использовать его при небольших объемах покраски. Но если вам нужно покрасить большой объем, то можно заменить на пол-литровый, или литровый, то трудностей особых не будет. Качество этого китайца довольно высокое. В общем, на хозяйстве должно быть как минимум. Набор для удаления сломанных болтов и слизанных шурупов. В наборе есть 5 экстракторов под разный диаметр, сверла по металлу, вороток, и удобный кейс для хранения. При помощи этого набора можно не только выкручивать слизанные шурупы, но и поломанные болты, у которых резьба осталась в теле детали. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. Для этого необходимо сверлом близким диаметру обломанного болта, просверлить отверстие, а затем при помощи воротка и экстрактора, выкрутить обломок против часовой стрелки. Для тех кто еще не экономит на покупках, советую зарегистрироваться в кэшбек сервисе EPN. С помощью простых действий, можно сэкономить приличную сумму денег на покупках. Его процент в некоторых случаях достигает 90%, а это весьма приятно. Вывод средств удобным для вас способом. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под видео. На этом все. Если вам понравилось, то по традиции поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Также посмотрите эти обзоры, в них тоже много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok